Часть одиннадцатая. В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку. Ввиду того, что... Первое. Господин Ганин нас покидает. Второе. Господин Подтягин покидать собирается. Третье. К господину Алферову завтра приезжает жена. Четвертое. Мадемуазель Кларе исполняется 26 лет. И. Пятое. Ниже подписавшиеся получили в всем городе ангажемент. Ввиду всего этого устраивается сегодня в десять часов пополудни в номере шестого апреля празднество. Гостеприимные юноши. Усмехнулся Подтягин, выходя из дома вместе с Ганином, который взялся сопровождать его в полицию. Куда это вы едете, Левушка? Далеко загнете? Да. Вы — вольная птица. Вот меня в юности мучило желание путешествовать, пожирать свет Божий. Осуществилось, нечего сказать. Он поежился от свежего весеннего ветра, поднял воротник пальто, темно-серого, чистого, с большущими костяными пуговицами. Он еще чувствовал в ногах сосущую слабость, оставшуюся после припадка, но сегодня ему было как-то легко, весело, от мысли, что теперь-то уж, наверное, кончится возня с паспортом, и он получит возможность хоть завтра уехать в Париж. Громадное, багровое здание центрального полицейского управления выходило сразу на четыре улицы. Оно было построено в грозном, но очень дурном готическом стиле, с тусклыми окнами, с очень интересным двором, через который нельзя было проходить, и с бесстрастным полицейским у главного портала. Стрелка на стене указывала через улицу на мастерскую фотографа, где в 20 минут можно было получить свое жалкое изображение. Полдюжины одинаковых физиономий, из которых одна наклеивалась на желтый лист паспорта, еще одна поступала в полицейский архив, а остальные, вероятно, расходились по частным коллекциям чиновников. Подтягин и Ганин вошли в широкий серый коридор. У двери паспортного отделения стоял столик, и седой в усах чиновник выдавал билетики с номерами, изредка как школьный учитель, поглядывая через очки на небольшую разноплеменную толпу. «Вам надо встать в очередь и взять номер», — сказал Ганин. «Этого-то я и не делал», — шепотом ответил старый поэт. Прямо проходил в дверь. Получив через несколько минут билетик, он обрадовался, стал еще больше похож на толстую морскую свинку. В голой комнате, где за низкой перегородкой, в душной волне солнца, сидели за своими столами чиновники, опять была толпа, которая, казалось, только затем и пришла, чтобы во все глаза смотреть на то, как эти угрюмые господа пишут. Ганин протиснулся вперед, таща за рукав Подтягина, который доверчиво посапывал. Через полчаса, сдав Подтягинский паспорт, они перешли к другому столу. Опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыхание, и, наконец, за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом. — Ну, теперь айда в консульство! — радостно крякнул Подтягин, когда они вышли из Грозного на вид, но, в общем, скучноватого заведения. — Теперь дело в шляпе. — Как это вы, Лев Глебович, дорогой, так покойно с ними говорили? А я-то в прошлые разы как мучился. Давайте-ка на империал влезем. Какое, однако, счастье! Я даже, знаете, вспотел. Он первый вскарабкался по винтовой лесенке, кондуктор сверху бабахнул ладонью о железный борт, автобус стронулся. Мимо поплыли дома, вывески, солнце в витринах. — Наши внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами, — говорил Подтягин, благоговейно рассматривая свой паспорт. — Никак не поймут, что в простом штемпеле могло быть столько человеческого волнения. — Как вы думаете, — вдруг спохватился он, — мне теперь французы, наверное, визу поставят. — Ну, конечно, поставят, — сказал Ганин. — Ведь вам сообщили, что есть разрешение. — Пожалуй, завтра уеду, — посмеивался Подтягин. — Поедем вместе, Левушка, хорошо будет в Париже. — Нет, вы только посмотрите, какая мордомерие у меня. Ганин через его руку взглянул на паспорт, на снимок в уголку. Снимок точно был замечательный. Изумленное распухшее лицо плавало в сероватой мути. — А у меня целых два паспорта, — сказал с улыбкой Ганин. — Один русский, настоящий, только очень старый, а другой польский, подложный, по нему-то и живу. Подтягин, платя кондуктору, положил свой желтый листок на сиденье рядом с собой, выбрал из нескольких монет на ладони сорок пфеннингов, вскинул глаза на кондуктора. — Генух? Потом бочком глянул на Ганина. — Что это вы говорите, Лев Глебович? Подложный? — Именно. Меня, правда, зовут Лев. Но фамилия вовсе не Ганин. — Как же это так, голубчик? Удивленно таращил глаза Подтягин и вдруг схватился за шляпу. Дул сильный ветер. — Так были дела, — задумчиво проговорил Ганин. — Года три тому назад. Партизанский отряд. В Польше. И так далее. — Я когда-то думал. Проберусь в Петербург, подниму восстание. А теперь как-то забавно и удобно с этим паспортом. Подтягин вдруг отвел глаза, мрачно сказал. — Мне, Левушка, сегодня Петербург снился. Иду по Невскому. Знаю, что Невский. Хотя ничего похожего. Дома косыми углами, сплошная футуристика. А небо черное. Хотя знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно. Ох, страшно. Что, когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира. — Нет, — сказал Ганин, — мне снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, незнакомые просеки. Но это ничего. Нам тут вылезать, Антон Сергеевич. Он сошел по винтовой лесенке, помог Подтягину заступить на асфальт. — Вода славно сверкает, — заметил Подтягин, с трудом дыша и указывая растопыренной рукой на канал. — Осторожно, велосипед, — сказал Ганин. — А консульство вон там, направо. — Примите мое искреннее благодарение, Лев Глебович. Я один бы никогда не кончил этой паспортной конители. Отлегло. — Прощай, Дейчланд. Они вошли в здание консульства и стали подниматься по ступеням. Подтягин на ходу пошарил в кармане. — Идем же, — обернулся Ганин. Но старик все шарил. Продолжение следует. Продолжение следует...